Уважаемые коллеги, начинаем работу нашего ученого-совета. У нас первый вопрос о состоянии учебно-методической научно-исследовательской статистической деятельности на корректорах факультета. Давайте дальше переключим. Второй вопрос о подготовке к кредитации на дальнейшем. Третий вопрос о участии в неделе науки. Четвертый вопрос о подготовке к проведению практики, обучающейся в 2018 году и планировании практик в 2019. Пятый вопрос о утверждении тем аспирантов первого года обучения, те, которые поступили 7 лет в 6 раз. То есть поездка достаточно обширная. Я предлагаю начать с вопроса номер 4, поскольку у нас прибыли гости, и это связано как раз с вопросами практики. Итак, четвертый вопрос. Докладчики, заведующие кафедрой, или руководители практик, об итогах проведения практик, обучающихся в 2018 году и планирование практик студентов в 2019 году. Продолжение следует, пожалуйста, терпеть вам и коллеги. Ну, я буквально, наверное, несколько слов, как угодно. Прежде всего, я хочу познакомить все представители наших коллег. Это руководство музея Маринеску, с которым, как я сказала, мы закончим уже 3 года. Наши выпускники на базе вот этого музея создали уже, во-первых, целый цикл экскурсий. Кроме того, был создан фильм, очень хороший фильм, кстати говоря. Мы показали его в этом году на первом занятии. Я лично показала всем группам, в которых работаю, включая группы инженерные. То есть, как бы, не профильные, там язык не профильный. У нас большие планы по расширению, углублению работы, в том числе и в научно-исследовательской части. И сейчас я хотела бы предоставить слово нашим коллегам и услышать их видение нашего сотрудничества, нашей совместной научной работы, ну и вообще дальнейшего совместного воспитания, подготовки кадров наивысшей квалификации в области технического перевода. Заместили директора музея, блогу Смолия Леонидовича. Ну, подтверждаю все, что сказала Георгина Дмитриевна. Два с половиной года наше сотрудничество продолжается. Началось оно с научно-практической конференцией, базовой конференцией людей. И появилась идея, вот, когда я ее обсуждаю, она там выступала, у нас доклады рядышком где-то. По поводу того, идея была простая, с нашей стороны, просто было сказано. Давайте объединим процесс обучения с процессом воспитания. Воймех – это профильный вуз. Я буду сейчас излагать не как специалист по языку, да, вот, я таковым не являюсь. А вот именно что нас побудило в этом делу. Воймех – вуз оборона промышленного профиля. Невозможно воспитывать инженера будущего, не вкладывая в него, с точки зрения патриотического воспитания, любви к родине, профессии к своей и патриотизму. Вот, собственно, музей на тот момент уховоствовался именно этим, да. И было предложено, с учетом того, что у нас экскурсии в музею идут с большой массой специфических военно-инженерных и технических терминов, что актуально при подготовке специалиста обороны промышленного комплекса, ну, было предложено попробовать, вот, объединить нашу практическую деятельность с теми задачами, которые стоят перед кафедрой теоретической и практической лингвистики. И дальше, вот, методом инженерного тыка, как это говорится у технорей, да, мы начали пробовать вот эти вещи. Сначала была организована экскурсия, обычная экскурсия для студентов кафедры прикладной и теоретической лингвистики. Они прибыли с диктофонами на эту экскурсию. Дальше они записали соответствующий текст на русском языке, ну, а дальше начался этап вот специалистов кафедры Георгины Дмитриевны. По поводу этого этапа, наверное, лучше расскажут коллеги, как все это дело виделось. Ну, в итоге, вот, после первого, вот, этого ровного захода музей получил экскурсию, переведенную на английский язык. Дальше началась практика студентов, как в ходе процесса обучения, так и уже, значит, по окончании там курсов соответствующих. Коллеги приезжали к нам в музей, также шла экскурсия. Кто-то из студентов, там, и преподавателей изображал или играл роль иностранных посетителей, кто-то выступал в качестве переводчиков. Они быстро менялись по ходу. Экскурсия шла в течение полутора часов у нас где-то идет, да? Вот, и здесь вот уже коллеги строили соответствующую работу, указывая там, я со стороны наблюдал, и говорю сейчас, как дели это, ну, с вашей точки зрения. Поэтому я говорю с точки зрения своего восприятия все это дело. И, как бы, ребятам было все это дело довольно интересно. Ну, так как взаимодействие музея и кафедры строилось на взаимовыгодных каких-то началах, у вас нет денег, у нас нет денег, понимаете? Это как раз тот случай, когда боль на вырунке хитрая, да, получается. Вот, мы давали или просили сделать то, что интересно музею, они ставили перед нами, вы ставили перед нами задачи, которые должны решаться на базе нашего музея. Ну, что было сделано за это время, Георгина Дмитриевна уже сказала частично, значит, базовый фильм наш, который посвящен делегкой судьбе и службе Героя Советского Союза Маринеска, был переведен на английский язык. То есть появилась англоязычная версия этого фильма, вот это первое. По поводу экскурсии, то, что текст был подготовлен на английском языке, и, собственно, по этому тексту могут уже готовиться какие-то переводчики, которые будут, в нашем понимании, сопровождать дальше эту экскурсию. Вот это было сделано. Потом весь этикетаж наш базовый был переведен на английский язык, и был подготовлен текст аудиогида, которого на сегодняшний день пока нет. Чисто на тех, по техническим причинам, ну нет, пока денег в музее, чтобы закупить вот само железо, сами эти приборы, для того, чтобы туда ввести вот этот вот аудиогида. Ну, когда мы все это дело реализуем надлежащим образом, то музей по понятиям и требованиям комитета по международному сотрудничеству правительства Санкт-Петербурга будет адаптирован к работе с иностранцами. Вот. И вот мечта музея как раз заключается в том, чтобы организованные группы иностранных представителей приезжали к нам на вот эти наши мероприятия, на наши экскурсии, и, ну, понимали, что и чем занимается музей. И, естественно, вот здесь еще один этап предусматривался, что наиболее подготовленные студенты кафедры прикладной и теоретической лингвистики будут приезжать вот на такие мероприятия и будут практиковаться, видеть, как работать переводчик будет, и как они будут работать, в смысле, как... Сами будут участвовать в этом процессе, то есть в этих вот практических для вас занятиях, для нас мероприятиях. Вот. Был такой замысел. Значит, частично этот замысел адаптирован на сегодняшний день. То есть у нас были представители ИГИ, то есть двух возрастных групп, представители высшего командования ВМС Индии, в августе месяце приезжали со специалистами Малахита, и через два месяца после них приезжала школа индийская, Дели-Скул, так называемая, которая работает по обмену 653-й школой нашего академического района. Это школа индийской. Они смотрели фильм, тот, который был сделан на базе, значит, кафедры теоретической и прикладной лингвистики совместными усилениями, подчеркиваю. Вот наш кинооператор, специалист для видеосъемки Егоров. В этом процессе участвовал студенты в озвучке, озвучивание участвовали, преподаватели, естественно, все это дело оценивали на ближайшем образом. У нас руководство кафедры отслеживало все вопросы, и фильм получил довольно высокую оценку. Значит, причем это сказали, ну, такую довольно высокую, то есть четко сказали носители английского языка, что нам все понятно. Отличный фильм они смотрели, причем как дети, так и взрослые. Как не специалисты, так и специалисты ВМС. Ну, были еще несколько частных таких посещений иностранцами нашего музея, которые, небольшие группы, которые тоже смотрели вот этот вот фильм. И отзывы были примерно такие же, они оставлены на журналах, да, и в книге отзывов нашего музея, и наговорены, опять же, вот на видеосъемку соответствующую. Все отчетные фильмы, и то, что я сказал о совместной работе кафедры прикварной теоретической лингвистики и музея, имеются на нашем сайте, вот в нашем видеоархиве, и все заметки там тоже имеются. Несколько научно-практических конференций прошло за это время, наиболее памятное, которое, вот, ну, на меня произвело такое неизбродимое впечатление. Это как раз была научно-практическая конференция на базе Герцена, где пять докладов прозвучало представительные кафедры. Вот, у меня нам попросили выступить, но, и там были собраны все специалисты в области перевода, как я, с 19-го точки зрения понял, да, со всего бывшего Советского Союза, в том числе, не говоря уже о России. И вот сама вот эта методика под названием музей, как учебная площадка, да, она произвела очень большое вот такое впечатление на всех этих участников. Вы посыпались вопросами. То есть, вопросы пошли какие? А почему только английский? А вот испанский, а вот арабский на сегодняшний день, а вот французский, а вот немецкий, а вот китайский. Как вы к этому делу относитесь? Мы всегда будем к этому делу относиться, так как к этому делу относится, оборонно-промышленный комплекс. Вот кого вы готовите, специалистов, да, для наших дружественных, не совсем дружественных стран, вот, вот, на это дело мы будем гибко реагировать. Поэтому, ну, во-первых, большое спасибо коллегам вот за то, что фактически мы вышли на определенный уровень, который далеко не в предел. На сегодняшний день можно двигаться и совершенствоваться дальше вот за это. Да, поэтому предложение такое, что давайте развиваться дальше. Сообщение закончено. Спасибо большое. Коллеги, у тебя вопросы есть? Я хочу задавать. Спасибо.